Интересных собеседников. Слушайте радио Грюневель. Добрый день, уважаемые дамы и господа. В эфире 856 выпуск программы радио Грюневель. У микрофона Геннадий Калмогоров. И сегодня мы обходимся без новостей. В нашей программе мы предложим вашему вниманию архивные материалы радио «Зеленая волна», посвященные празднованию Рождества католического и лютеранского. В наше время все чаще говорят о том, что рождественские традиции пали жертвой коммерции. Но, несмотря на такие мнения, Рождество все же остается прекраснейшим праздником года. Наш век – век скоростей. Мы все время торопимся. Нам постоянно не хватает времени. Длинные письма родным и друзьям почти исчезли из обихода. В лучшем случае мы пишем имейл, а чаще всего лишь короткие смс. Семья больше не собирается каждый день к общему обеду или ужину. Мы работаем, мы учимся, мы путешествуем. У нас нет времени. Но Рождество по-прежнему остается временем для семейного общения. Аромат рождественских вкусностей напоминает нам о детстве. Рождество по-прежнему Рождество по-прежнему Рождество по-прежнему Рождество по-прежнему Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Праздник с улиц опустелых, отогрев свои ладони, Распахнул щедрот пределы, воцарившись в каждом доме. Драгоценным ожерельем в окнах светятся узоры, Манят пестры конетелью и горят детишек взоры. Лишь меня влечет из дома зимний, мглистый храм природы, Где царят покой и дрема, и светил небесных своды, Где господствует свобода, вечность звездного окружения. Песнь их в честь Христа прихода, Благовест его рождения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Христиане В разных странах привносят свои обычаи в обряд Рождества. Обычаи, характерные для их страны, И тем самым обогащают праздник. О празднованиях в предрождественское время В европейских странах рассказывают Светлана и Штефан. Итак, декабрь. Время, когда по всей Европе проходят парады И международные чемпионаты Санта-Клаусов и Вайнахсманов. В Швейцарии, например, они соревновались на коньках, санях, Карабкались в дымоход с мешками подарков за плечами, Украшали имбирные пряники. В Амстердам Санта прибыл на корабле. И сейчас он занимается своими прямыми обязанностями, Развозит всем подарки. В Бельгии пройдет рождественский пивной фестиваль. Можно попробовать более ста сортов пива, Пивной суп и пивной хлеб. В Великобритании двухдневный конкурс На самую нарядную рождественскую елку. В Лондоне же состоится большой рождественский кросс с пудингом. Участники забега держат под нос с пудингом И ронять его, разумеется, нельзя. Хотя на пути такие преграды, Как стена из мыльной пены или воздушных шаров. Призы получают не только самые быстрые, Но и самые оригинальные костюмы. Фестиваль огней в Лионе, Франции, Начинается в начале декабря. В 17 веке в Лион пришла чума. И тогда горожане зажгли тысячу свечей И молили Деву Марию зачатить город. С тех пор и продолжается это световое шоу. Подсвечены старинные здания, мосты, набережные. А в Швеции праздник святой Люсии. 13 декабря она возглавит вечернее шествие со свечами. Имя Люсия означает свет. И поэтому на ней будет корона из горящих свечей. И каждая ее подруга в шествии будет нести горящую свечу. По легенде, Люсия жила в Риме во время гонений на христиан. Желая посвятить себя служению Богу, Люсия раздала свое имущество бедным и отказалась выходить замуж за римлянина, язычника. Тот донес на нее властям. Девушку пытали, хотели сжечь, но огонь ее не тронул. И тогда здражник заколол ее кинжалом. Оттого ее почитают как святую христианскую мученицу. А в Швейцарии рождественские соревнования по плаванию на рождественский кубок Санта-Клауса. Участвуют все желающие, кому исполнил 16 лет. Участники должны проплыть 111 метров при температуре всего лишь от 4 до 7 градусов по Цельсию. Бррр, даже рассказывать об этом холодно. В 17, 18, 19 столетиях переселялись немцы с исконных земель в Аргентину, Россию, Америку и другие страны мира. Немецкие протестанты и католики сохраняли свои обычаи и традиции. И, конечно же, Рождество, Вайнахтен. Но постепенно к празднованию примешивались обычаи тех народов, среди которых жили немцы. И праздник принимал некоторые черты, которых в Германии не было. Например, так праздновали Рождество немцы в России. В обрядности немцев России непротиворечиво сочетаются и древние языческие элементы, и более поздние христианские напластования. Основу календаря составляют, безусловно, церковные праздники. Все религиозные праздники отмечались в кругу религиозной общины, устраивались праздничные молитвенные собрания и церковные службы. Главным праздником зимнего периода и календарного года в целом было у немцев Рождество – Вайнахтен, которое отмечалось 25 декабря. Рождеству предшествовал период подготовки – Адвент, включавший четыре воскресенья, то есть три полные недели и от одного до шести дней в зависимости от того, на какой день приходилось Рождество. Время Адвента рассматривалось немцами России в первую очередь как период духовной подготовки к празднованию Рождества. Посты покаяния должны были привести к очищению души и отвести зло от приближающегося Нового года. Во время предрождественского поста немцы-католики отказывались от употребления мяса и других продуктов животного происхождения. С той же целью очищения немцы тщательно чистили и мыли свои дома, обязательно их белили, приводили в порядок двор и хозяйственные постройки. Все домашние работы должны были быть закончены до Рождества. Во время Рождества и следующей за ним Рождественской недели с 24 декабря по 1 января немцы строго соблюдали основной ритуальный запрет не осквернять праздничного времени работой. По поверью, нарушивших запрет ожидали различные несчастья. В это время нельзя было гулять по улицам после полуночи. Считалось, что после захода солнца видно, как по небу летает адвент-катция. Она может поцарапать того, кто провинился. Немцы России также соблюдали древний церковный запрет на свадьбы во время адвента. На время адвента увеличилось количество молитвенных собраний. Канун Рождества в немецких домах устанавливали и украшали елку – крестбаум или вайнерсбаум. Кроме того, у немцев на Алтае сохранился архаичный обычай украшения домов ветками лиственных деревьев. Рождество было прежде всего праздником семейным. Вся семья собиралась вместе на так называемый святой ужин – Хайлигер-Аббенд. Набор рождественских блюд носил традиционный характер. В первую очередь подавали супы – ринтфляш-супы или хунош-супы-мек-нудлен. Это супы с лапшой домашнего приготовления на говяжьем или курином бульоне. Затем обычно подавали швайнебратен – жаркое со свининой или тушеная капуста со свининой. Немцы считали, что свинина приносит счастье. Поэтому подавали и другие блюда – свинины и свиные колбасы. К капусте же они приписывали целебные свойства и обязательно на стол вставили квашеную капусту – сауркраут. Кроме того, обязательной принадлежностью праздничного стола были каши из различных злаков, бобовых растений. Согласно народным представлениям, употребление в пищу на Рождество большого количества зерен должно способствовать хорошему богатому урожаю в наступающем году. Обязательными и любимыми прежде всего детьми были традиционные сладости – сюсшпайсен. Мед и орехи – их подавали с компотом из засахаренных фруктов. Также к рождественскому празднику хозяйки пекли много булочных изделий. Прежде всего это были ривелькухен или штройзелькухен – насыпной пирог. Кэзекухен – пирог с сыром, цукеркухен, сладкие пироги, брецель, крендели. Твибок или цвибок – двойные булочки, шнетке – фигурные пряники и порцель – рождественские пончики. После рождественского ужина вся семья собиралась у елки и пела «Штили нахт, хайлеги нахт» – «Тихая ночь, святая ночь» – песню, которую Рождество поют немцы во всех странах мира. Кроме этого пели и другие рождественские песни, например «Тер Кристпаум из Дэшшэнстэпаум» – «Дерево Христа – самое прекрасное дерево». На Рождество был широко распространен обычай обмениваться подарками. Основным дарителем был Крист Кинти, в роли которого выступала девушка в белой одежде. В руке у нее был прутик, которым она наказывала непослушных детей. Чаще всего Крист Кинти сопровождал пельсникель. Устрашающий персонаж, основным средством ряжения которого был вывернутый мехом наружу тулуп. Он был подпоясан цепью, штаны выворачивали наизнанку и одевали поверх валенок. Если родители ребенка, к которому приходили эти персонажи, говорили, что он себя плохо вел, то вместо подарка этот ребенок получал луковицу, а Крист Кинти легонько била по рукам прутиком. Детям, выполнившим просьбу Крист Кинти и рассказавшим стихотворение, давали подарки. В советское время общественные формы исполнения календарных обрядов были в основном утрачены. Это связано с религиозными гонениями со стороны властей. Однако полного исчезновения традиционной обрядности не произошло, так как обряды и обычаи стали исполняться в семейном кругу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Приведи цигани козу, приведи, а мы будем щедрувати. Добрый вечер, добрый вечер, добрым людям на здоровье. Первый день Рождества, 7 января, представляет собой причудливую смесь из православных языческих обрядов. С утра верующие отправляются в церковь на праздничную молитву, которая длится иногда до 4 часов. До обеда в доме нежелательны гости женского пола. Считается, что они принесут в семью несчастье и неудачи. А вот гости мужчины приветствуются, они приносят удачу. После богослужения вся семья собирается к обеду за богато накрытым столом, а также ходят в гости к кумовьям, соседям, хорошим знакомым. В этот день готовятся в основном мясные блюда, свиной или говяжий холодец, молочный поросенок, начиненный кашей, домашняя свиная колбаса и, конечно, жареный гусь. В советское время многие традиции сохранялись, однако в церковь ходили только истинно верующие, и православные обряды оставались в забвении. Но в последние годы православные традиции возрождаются. Многие ходят на рождественское богослужение, восстанавливается религиозный смысл праздника Рождества Христова. Так празднуют Рождество на Украине. Над городом кружит бурга, Искрят снежинки в танце Рождества. Я жду тебя, я жду тебя На праздник волшебной зимы Часы идут, 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 Они когда-нибудь свое возьмут. А сейчас в исполнении нашего друга, ныне покойного, к сожалению, Леонида Каплуна, предрождественская песня, написанная им на перевод стихов Его супруги Светланы Заславской. В лес гонит зимний буйный ветер, Стада снежинок, как пастух, И жниться еле скорость светел Торжеств священный и пряный дух, Торжеств священный и пряный дух. Ее манит к седым дорогам, Ветвями чуткими прильнуть, И вихря ставит за торогом Святую ночь, как в рай шагнуть. Святую ночь, как в рай шагнуть. И вихря ставит за торогом Святую ночь, как в рай шагнуть. Святую ночь, как в рай шагнуть. Для вас, уважаемые радиослушатели, напомню, что передачу нашу можно послушать теперь и на Рутюбе. Надо зайти туда, найти меня по имени, фамилии, отчеству или слову «Засечки», спуститься по главной странице вниз до слова «Подкасты» и в «Подкастах» будут некоторые наши программы. Их уже около десятка. А прежде чем мы простимся с вами, Марина Тюльнева, о традиционном способе слушать нашу программу. Для того, чтобы послушать наши программы в удобное для вас время или скачать на свой компьютер, нужно для начала зайти на страницу «Радио Фрай». Там слева вверху, под вращающимся синим микрофончиком, есть пункт меню программы. Нажимайте на это слово и попадайте в календарь «Архив Радио». Нужно сказать, что этот архив обновляется каждые две недели. То есть, если вы пожелаете скачать какую-либо из прошедших более двух недель назад программ «Грюневели», ее там уже не будет. Но продолжим. В открывшемся вам календаре «Архиве» нужно найти день, когда наша программа выходит в эфир. Это пятница или понедельник. Далее. Час выхода программы в пятницу – это 13 часов, в понедельник – 14. Нажимайте на найденный прямоугольник, и вам открывается страница с двумя плеерами. В пятницу – наш плеер верхний, в понедельник – нижний. Нажимайте на белый треугольничек и слушайте зеленую волну в удобное для вас время. Ну вот еще одна полезная подсказочка, уважаемые радиослушатели. Если вы уже знаете наверняка, когда мы выходим в эфир, то на главной странице «Радио Фрай» смотрите в правый верхний угол. Там наушники синего цвета. Нажимайте на наушники и слушайте нашу программу в реальном времени. А Марина продолжает. Не всегда с первых секунд вы услышите нашу программу. Как правило, некоторое время еще будет звучать окончание предыдущей программы наших коллег по радиостанции. Если вы щелкнете правой кнопкой мыши в любой части плеера, то сможете также воспроизвести звучание или скачать звуковой файл на ваш компьютер. В меню будет строка «Сохранить аудио как». Ссылки на программы «Радио Грюны Вэлли» вы сможете найти в социальных сетях у Евгения Сухарева в Фейсбуке, у Владимира Вайхонского на странице российских соотечественников «Русское поле» и у Геннадия Калмогорова в «Одноклассниках» ВКонтакте и на Фейсбуке. Приятного прослушивания! Полюбил я зимушку модную, свободную Заметали метели До красивых молодцев жадную, голодную... Субтитры создавал DimaTorzok